Приветствую вас, дорогие друзья! С вами снова Станислав Шамаев, лицензированный бизнес-иммиграционный и корпоративный адвокат город Майами, штат Флорида. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим про то, что делать, если у вас нет таланта, либо у вас нет критериев, чтобы закрыть критерии визы талантов, либо у вас что-то есть, но этого не хватает. В конце этого видео вы сможете узнать, как получить бесплатный разбор по вашей визе талантов от меня. Поехали! Но перед тем, как мы начнем, друзья, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, если вы хотите, чтобы я больше снимал контент для вас, и если вам нравится та ценность, которую я вам приношу. Меня часто спрашивают, Станислав, я не талантлив? Да, я профессионал в своем направлении, да, я хороший инженер, я хороший врач, я хороший атишник, я бизнесмен, который неплохо зарабатывает. Но я считаю, что у меня нет кейса, я не дотягиваю до визы талантов. В первую очередь, дорогие друзья, я считаю, что без помощи специалиста, без помощи профессионала невозможно оценить свои достижения и свои заслуги. Откуда я это знаю? Я это знаю не только из from common sense, да, то есть простой логики, простой бытовой логики. Если ты не адвокат, ты, скорее всего, не понимаешь тонкости закона, но я это еще знаю из общения с вами, из общения с своими клиентами. Недавно мы снимали интервью с Маргаритой Монталкиной, она врач-онколог, кому мы получили визу EB1A, гринкарту совершенно недавно. И она говорила то же самое, Станислав, даже когда я прошла иммиграционное планирование, да, вы вселили в меня надежду, но до последнего я не верила. И это человек, у которого 45 публикаций, миллион конференций, доклады опубликованные после конференции, аттестации других врачей, крутая больница и клиника, где она работала. То есть это называется синдром самозванца, да. Я с этим постоянно сталкиваюсь, я с этим постоянно работаю. И синдром самозванца, он является тем, когда человек действительно имеет большие заслуги, но не понимает, с чем их сравнивать. И поэтому создается ощущение, что, как бы, да, я просто так живу, я это делаю, как бы, я, собственно, ничего не добился, и, казалось бы, как бы, все течет своим чередом, да. Но если сравнивать с другими специалистами в этой сфере, то складывается совершенно другая картина. И мы видим, насколько человек может быть круче. Синдром самозванца происходит примерно у, наверное, 15-20% наших лет, с кем мы работаем, да. То есть те, которые реально крутые кейсы, но они считают, что это не так. Возможно, среди вас есть такие же. Другая категория клиентов. Их тоже примерно, может быть, поменьше, 15-10% людей, у которых действительно практически ничего нет, но они считают, что они очень заслуженные. То есть это люди, у которых завышенное эго, и которые считают, что они лучше, чем другие, да. Опять же, я это говорю не в том, чтобы обвинить кого-то, либо, там, посмеяться. Ни в коем случае. Просто это типаж человека, да. Я объективно это вижу и размышляю на это, потому что мы регулярно с этим тоже работаем. Это другая категория людей, которым нужно очень много доработать свой кейс. И часто, когда я это говорю, я всегда это скажу, да. Я никогда не буду тешить что-то иго, либо пытаться сохранить синдром самозванца, да. Я скажу все, как есть. И вы знаете, друзья, что я тот адвокат, который честен с вами. Я не буду преувеличивать. Я не буду пытаться заставить вас, чтобы вы меня наняли, заплатили и там убежать. И потом, будь что будет, нет. Я хочу для вас результаты. И вся моя компания, в которой работает практически 100 человек, все хотят только одного. Это добиться вашего результата. То есть, одобрения по вашей визе. Для чего? Для того, чтобы выполнить цель нашей компании, чтобы в 2030 году перевести в США 10 тысяч человек. Мы уже перевалили за 2 тысячи, да. То есть, мы стремимся и очень быстро к этой цели идем. Соответственно, нам важен каждый человек, но только именно тот, который может получить одобрение. Нам неинтересно работать с кейсами, которые либо неталантливы, либо у которых нет потенциала, и мы это знаем. Мы не хотим потратить свои ресурсы и ваши ресурсы для того, чтобы ничего не произошло. Это никому неинтересно. Поэтому, друзья, я вам скажу, если вы относитесь к той категории, либо к другой, я буду очень деликатен, я буду профессионален. Я не насмехнусь, я не посмеюсь, я не буду циничным, да. Я очень тактично про это скажу, и вы это прекрасно поймете. Таким образом, все остальные, друзья, вот давайте даже возьмем по максимуму. 20% синдром самозванца и 15% людей, которые считают, что они заслужены, на самом деле они заслужены. Это 35%. Остальные 65% те люди, у которых либо уже что-то есть, и им нужно это доработать, либо те, у кого есть меньше, но есть потенциал это доработать. И это может быть доработка на визу О1, это может быть доработка на визу EB1A, и в некоторых случаях это может быть квалификация на визу EB2 национальный интерес. Поэтому, для того, чтобы реалистично вам понять, где вы находитесь на этом спектруме, вам необходимо в первую очередь получить первичную квалификацию от меня. Я это делаю совершенно бесплатно, для того, чтобы и вам это было интересно, и чтобы мы не тратили ресурсы на те кейсы, которые не имеют никакого потенциала. Поэтому под этим видео есть анкетка, она называется «Бесплатный разбор», заполните ее, я на нее посмотрю, и в течение 48 часов я приду к вам с бесплатным разбором, с бесплатным анализом вашего кейса. И вы поймете, есть у вас потенциал или нет, стоит ли вам двигаться дальше на комплексное иммиграционное планирование. Если вы не приходили на интервью с Филатовым, это наш инженер, который тоже недавно получил одобрение по своей визе EB1A, Посмотрите это видео, друзья, оно удивительное по многим критериям. И главное, почему я про него говорю сейчас, это потому что Филатов пришел к нам только с одним критерием. Да, у него была крутая база, да, у него было много материала, чтобы потом сделать публикации, да, у него было много материала, чтобы выступать на конференциях, да, у него было достаточно опыта, чтобы сделать рецензии, публикации других, но этого ничего не было. Поэтому если вы профессионал в своем направлении, вы поработали там 10-15 лет, да, вот от 10 лет и выше, это у вас всегда есть база, абсолютно всегда. Минимум на О1, а зачастую на EB1A, ее нужно доработать, да. И для этого есть стратегия, которую я для вас вырабатываю. На комплексном иммиграционном планировании вы получаете первичную письменную стратегию, которая разбита по всем критериям и закрываем мы с текущими вашими достижениями это или нет. И если нет, рекомендации, как это закрыть конкретно в вашем кейсе. Это и есть первичная стратегия. Соответственно, такую же первичную стратегию получил Филатов, и потом она превратилась уже в полноценную стратегию, когда он нас нанял, и мы начали работать. И именно потому, что он выполнил все рекомендации, все мои требования по стратегии. Сделал это четко, сделал это вовремя, работал с командой близко, постоянно спрашивал вопросы в чате Телеграма, пользовался нашими шаблонами, терпеливо ждал, пока отдел стратегии проверит его документы, чтобы я мог их в итоге заверить. Все это произошло за 6 месяцев. Поэтому, друзья, не пугайтесь этого процесса. Мы доказали на сотнях кейсов, что это возможно сделать. И с каждым днем мы делаем это лучше, лучше и лучше. Мы прорабатываем процессы, мы углубляем их, мы подготавливаем лучше шаблоны для вас. О, Станислав, у меня нет достаточно рекомендательных писем. Прекрасно. У нас есть программа Neo, независимая экспертная оценка, где мы сможем вас заметчить с другими клиентами, кто такие же, как вы, работают над своими кейсами, и вы друг другу напишете рекомендательные письма. Они будут независимыми, крутейшими письмами, которые вы не сможете сами достать. От двух до четырех. Понятно, что мы не можем вам все 15, все 10-15 сделать. Но какую-то часть, которая будет очень серьезной подоплекой в вашем кейсе, мы можем вам помочь сделать. То есть мы делаем все для того, чтобы вы получили результат. И для нас, как вы понимаете, это является самым главным и показателем нашей работы, и нашей главной репутации. Каждую неделю я провожу минимум два стрима. Один на Телеграме, это Backyard среду, и один в пятницу на Ютьюбе. Если вы не приходите на эти стримы, вы себе стреляете в ногу. Один раз вы себе выстрелили в ногу, не пришли на стрим в Телеграме. Второй раз вы себе выстрелили в ногу, не пришли на стрим на Ютьюбе. Огромное количество информации. Мы разбираем кейсы, мы разбираем примеры. Мы углубляемся в каждый критерий. Вы задаете свои вопросы. Мы проводим час времени просто великолепно. Окей? Вам нужно это делать. Читайте мои посты в Телеграме и Инстаграме. И смотрите мои ТикТоки. Они бывают смешные и развлекательные. Они бывают экспертные. Да? Их нельзя пропускать. Нужно все смотреть, нужно все понимать, что происходит. Смотрите мои видео на Ютьюбе. Я очень много снимаю для вас контента. Кстати, поставьте мне лайк, потому что я трачу очень много времени, чтобы сделать для вас качественный контент. И в каждом видео, друзья, обратите внимание, я никогда не лью воду. Никогда не лью воду. Я не хочу просто снять видео, чтобы провести с вами хорошо время. Мы с вами время хорошо на стримах проводим. Да? Кстати говоря, побили рекорд на одном из стримов. Было 180 человек на Ютьюбе. Это просто... Это разрыв мозга. Да? То есть онлайн были 180 человек, которые смотрели мой стрим на Ютьюбе. Почему столько много? Почему никто не уходил? Потому что это крутой материал. Да? Потому что мы не льем воду, мы бьем сразу в глаз. Да? Не в бровь, а в глаз. Поэтому смотрите наши Ютьюб-видео. Вникайте, пересматривайте их. Нарабатывайте свои критерии. Приходите в наши вебинары. Примерно раз в месяц я провожу глубочайшие вебинары, где стираю в порошок каждый критерий. Поэтому, друзья, проходите бесплатный разбор. В первую очередь он находится под этим видео. Комментируйте, задавайте вопросы. Предлагайте темы, которые хотели бы обсудить. Я беру контент только с ваших вопросов, с ваших запросов. Подписывайтесь на мой Ютьюб-канал, на мой ТикТок, на мой Фейсбук, на мой Ликиды, на мой Инстаграм, на русский, на английский. Миллион контента. Все делается только для вас. И, естественно, приходите на наши онлайн-встречи, на наши стримы. Это, наверное, самое крутое, что можно сделать, потому что другая энергетика. Это все круто, это все через презентации, с подготовкой. В общем, это все очень замечательно. И обязательно смотрите отзывы наших клиентов. Клиенты рассказывают, как они делали свои кейсы, на чем они работали, что было сложно, что было просто, какие у них были трудности, как им помогала команда. Да, обязательно смотрите это. Я гарантирую, что вам понравится, и вы подчеркнете огромное количество информации с этих стримов. С вами был Станислав Шумаев, адвокат будущего. Ваше будущее начинается здесь. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok